Мы продолжаем после небольшого перерыва. Аня поставила защиту. И мы ждем следующего хода. Ну, пока напомню, что Аня потеряла своего первого покемона у Софии, у всех покемонов, жизнь на всех 100%. Не знаю, что вам еще рассказать. Кстати, вы знали, что Джоан Роулинг написала продолжение Гарри Поттера и поставит пьесу поэту? Только вот, показывайте его тут, только в Британии. Это как-то жестоко. Подожди, по словам продолжаем. Они не новые случайно начали? Я не знаю. Нет, игра одна. Я сказал, что не буду говорить ничего. Говори, говори. Ого. Аня потеряла второго покемона. Если так продолжится, то это будет нехорошо для нее. Очень нехорошо. Очень нехорошо. Аня выставила. Это мотылек. Это ядовитое насекомое. Кстати, от ядовитых ядовитые получают меньше урона. В два раза. Поэтому биться ядовитыми против ядовитыми как-то нелогично. И кто-то должен поменять. Кстати, это интересный покемон, Софья. Он меняет свои силы, способности. Но этот покемон покинул нас. Софья выставила водяного и волшебного. Они получают урон в два раза больше от электрических и травяных. Так же ядовитых и стальных. Неудачная атака у Софьи. На то, что восстановила силы, это было классно. Люблю вообще таких покемонов. Но, к сожалению, он нас покидает и счета становятся равным. Почти. Софья выставила психического. Против него у нас насекомые темные призраки. Они сейчас насекомые как раз. Против которых надо вставлять огневых летающих или камень. Ах, и Аня теряет своего третьего покемона. Софьи своего удалось удержать. Еще один летающий покемон Уаня. Опять насекомая. Которым она и убивает покемона Софьи. О, обычный покемон. Этих обычных действий боевые. Покемона Ни немного быстрее. Какая неудача. Итак, новый покемон. Травяной, боевой. Против насекомого летающего. Против струяных у нас опять же насекомые, огненные, летающие, ледяные и ядовитые. Ну, чего и следовало ожидать. Ничего себе. Мы теряем обоих покемонов. Только у Ани остается два, а у Софьи один. У Софьи это водяной и ядовитый. Аня вызывает дракона. Причем призрачного дракона. Против призраков. Действительно, только призраки. Так что я чую, что София этот бой проиграет. Ну, как я и говорила, в первом бою выигрывает Аня. Какой же он? Я иду. Против. Так что я иду. Какой же он? Поехали. Извините. 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 Вот тут. Сейчас мы получили ссылку на новый бой. И Аня уже бьет на нее летающий травяной покемон. У Софии насекомый летающий баллон. Аня меняет покемона на Огненного. Против Огненных у нас земляные, каменные и водные. Ну что и делает София и вызывает земляного. Так же он еще и призрак. Только вот он сильный, но медленней, чем покемон Ани. Обычный покемон, у которого осталось 3% жизни. А теперь ноль. Печально. Отличное начало для Софии. Кого же вызовет Аня против земляного и призрака? Против земляных у нас ледяные, травяные и водные. Аня же вызывает стального и земляного. Он еще медленнее, чем покемон Софии. Посмотрим, что выйдет. Неплохой удар. О, любимая Анина атака землетрясения. Никогда не забуду, что это ее любимая Атака. А, для Вас, я не помогу. Анатолия. Анатолия. Уживая Анатолия,я. Эта ледяная. Продолжение следует... 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 А София потеряла своего первого покемона. О, электрические летающие. Против электрических только земляные. Аня промазала, а София попала. Но как-то сильно это не отразилось на ситуации. Поэтому София меняет покемона. Это у нас обычный покемон. Токсическое отравление. Да, это помогает в сложных ситуациях. Даже часто, я бы сказала. Жизнь у покемонов равная. А вот и нет. Аня восстановила жизнь, чтобы могло ей сохранить покемона. При этом... При этом жизнь покемона Софии тает на глазах. После каждой атаки. Вот, мы попрощались с еще одним покемоном. Новый покемон у нас каменный и волшебный. Против каменных насекомые и летающие. А они как раз летающий покемон. Посмотрим, осмотрится ли она эти. Она решила поменять покемона. Как я понимаю, это ей помогло. Потому что счет стал равным. А София выпускает психического и волшебного. Против психических насекомые темные и призраки. А против волшебных ядовитые и стальные. Тут, я думаю, помог бы Аня. Спортсмен, который она потеряла. Аня решила поменять покемона на психического и призрака. То есть психический против психического. Атаки у них друг от друга в два раза меньше, чем у остальных. Но... Они выбивают. Уже знакомый нам покемон. Электрический и летающий. У покемона не иммунитет был в контакте. У Софии нет. И она почти теряет уже своего покемона. Да. Софии остается один. У Ани два. Потому что она тоже потеряла своего покемона. Лапочки. Теперь у нас психический летающий против насекомого летающего. Судя таблицы, должна победить София. Тем более, что я покемон быстрее. Почти. Снова токсическое отравление. О, Ани остается последний покемон. Трудно сказать, что им это все закончится. Но, мне кажется... Нет, я не знаю, что мне кажется. Трудно предположить. Покемона, Ани быстрее. Но, остается меньше жизни. Все зависит от атаки, которую выберет сейчас Аня. Неудачную атаку она выбрала, поэтому потеряла своего последнего покемона. Отдав победу Софии. 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 Продолжение следует... 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 Неужели все-таки сдаем победу Ане без переигровки этого матча? Боря, скажи что-нибудь. Продолжение следует... На все, мы завершили игру Ане и Софа. Ане победила с счетом 2-1. Третью игру Ане не захотела переигрывать. Софа говорит, что у нее вылетела интернет, но по правилам на усмотрение противника. Ане не захотела переигрывать. Хоть чтобы ей засчитали победу. Ну и все. Заканчиваем запись.